В эфире страшно подумать 40-й выпуск огня универсиады. Если предыдущие программы были ориентированы больше на местную казанскую публику, то сегодня мы решили сделать приятное нашим друзьям из других регионов и рассказать, где и в каких условиях будут проживать иногородние волонтеры Казанской универсиады. Ты, наверное, уже слышал, что на Казанской универсиаде будет задействовано 20 тысяч волонтеров, но вряд ли ты знаешь, что каждый четвертый доброволец приедет к нам из другого города или даже страны. А ведь всех их нужно где-то поселить, накормить, развлечь, еще раз накормить и так далее. Ну, начнем с главного. Жить вся эта пятитысячная армия будет в четырех новеньких высотках, две из которых находятся в Юдина, а две около республиканской клинической больницы. Но хватит вас уже томить, давайте зайдем внутрь. Ну что, добро пожаловать, пожалуйста, проходите. Начинаем, разумеется, с прихожей, довольно просторно, все очень красиво, есть вешалка, зеркало, в общем, все, что душа пожелает. А квартиры в этом доме делятся на два типа. Есть четырехкомнатные, есть двухкомнатные. Соответственно, в четырехкомнатных восемь человек, в двухкомнатных пять человек. Ну, давайте посмотрим, как у нас выглядит обыкновенная комната. Все новое, мебель новая, кровати новые, тумбочки новые, соответственно, шкаф новый появился. Давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Внутри три вешалки, три вешалки, так что нет смысла везти сюда какие-нибудь четыре наряда, все равно вешать некуда. Проверяем, есть ли горячая вода. Итак, холодная вода сначала. Холодная вода у нас точно есть и горячая. Ну, в общем, друзья, у вас есть две холодные воды. Не, на самом деле шучу, горячая вода есть, все в порядке. Осталось вам показать только комнату номер четыре, здесь тоже все точно так же, как в первых трех комнатах. Ну и, наконец, то, что мы придумали специально к универсиаде и никогда нигде до этого этого не было, это диджейская. Существуют мужские квартиры, женские квартиры. Мы старались объединить таким образом, чтобы минимально смешивались все регионы по этажам, то есть каждый регион имеет примерно там свой этаж, либо несколько этажей. Все дома оборудованы точками доступа Wi-Fi, оборудованы, опять же, повторюсь, комнатами отдыха с компьютерами, но в любом случае все привозите свои любимые гаджеты, привозите ноутбуки. На каждом этаже будет расположен кулер, постельное белье, все присутствует, полотенце присутствует. Для организации питания установлены специализированные конструкции, тентовые шатры, приезжает делегация, заселяется. На весь период игр каждому проживающему выдается блок талонов с датами, завтрак и ужин, и человек может спокойно пойти позавтракать перед сменой и после приезда домой поужинать. Сейчас будет самая познавательная экскурсия за все время выхода нашей программы, потому что мы залезли на 18-й этаж, 18-ти этажного дома и покажем вам всю красоту, которая открывается с этой высоты. Ну, для начала посмотрите вон туда, где находятся машины, во время универсиады там будет располагаться стоянка шаттлов. Они будут забирать и привозить наших волонтеров, которые живут, соответственно, в этом доме, и будут они их привозить до станции метро, которая находится за этим красивым леском. Если посмотрите еще дальше, то можно увидеть желтые дома деревни универсиады. Если посмотрите еще дальше, можно увидеть академию тенниса и башенку Международного информационного центра. Ну, а кто может смотреть еще дальше, может увидеть даже кусок чебоксар вон там. Давайте пройдем налево, и с левой стороны открывается прекрасный вид на многоквартирный трехподъездный дом, где так зовут проживать волонтеры универсиады. Каждый дом охраняется частным охранным предприятием, обеспечивает оператор по размещению волонтеров данную охрану, и многоподъездные дома, они обнесены забором. Будет организована чистая зона и вход на основании бейджа. Разработаны маршруты для транспортировки именно иногородних волонтеров от мест проживания. Работать они будут по системе шаттлов до ближайших станций метро. После смены каждый волонтер может посетить культурный парк универсиады, который находится на берегу Казанки под стенами Кремля. Там ежедневно будет проходить представление цирка Дусалей, и на основании аккредитации, опять же, каждый волонтер может попадать на данную площадку. Конечно, это далеко не все, что мы хотели себе рассказать про наших волонтеров, но, к сожалению, мы ограничены по времени. Так что это далеко не последняя программа про добровольцев Казанской универсиады. Разговаривал с тобой Алексей Чупин, снимал Влад Фаизов. До новых видео. Пока!